Врачи скорой помощи. Кто из ваших пациентов был больше всех достоин премии Дарвина? Один из моих пациентов поступил с ожогами второй и третьей степени вдоль всей правой руки. Дело было зимой, и он не смог завести свой пикап, поэтому он поднес спичку к бензобаку, чтобы растопить замерзший бензин. Одной из моих дальних родственниц пришлось отменить ее официальную свадьбу, потому что ее муж попал в больницу. В итоге они провели там быструю церемонию. Почему он попал в больницу, спросите вы? В общем, он готовил барбекю, и ему показалось, что это происходит слишком долго, и он решил подлить в огонь немного бензина. Самое смешное, он сам пожарник, черт побери. Да, пожарник решил подлить бензина в огонь, чтобы приготовить барбекю быстрее. Затем ему пришлось отменить свадьбу, потому что он получил ожоги второй и третьей степени, и ему пришлось лечиться в ожоговом отделении больницы. Один из моих пациентов, мужчина за 30, решил следовать тренду и приготовил стейк средней обжарки. Итоги, тяжелая амебная дизентерия и колит, которые чуть не привели к перфорации кишечника. Я работала младшим стажером-анестезиолога. Я лечила мужчину, который вколол сок мака в свою лучевую артерию. Он чуть не потерял руку, ему потребовалось несколько пластических операций. Через несколько месяцев наш старый друг снова поступил к нам, так как повредил другую сторону предплечья той же руки. Он ехал на велосипеде, держа другой рукой работающую на холостом ходу бензопилу. Он ездил по округе и отпиливал почтовые ящики, поскользнулся и попал пилой в руку. Был еще один юноша, который увидел что-то и подумал, что это змея. Он решил убедиться в своей догадке и поднял ее. Она укусила его. Его любопытство не ослабело, и он снова поднял ее и снова был укушен. Мы живем в той части Австралии, где обитают только ядовитые змеи. Я работаю в гематологии. Вчера мы позвонили одному парню и сказали, чтобы он срочно пришел к нам, потому что его анализы крови, взятые по какому-то ничтожному поводу, были крайне ненормальными, и нам нужно было срочно начать его лечить. Он пришел только сегодня, потому что вчера был дождь. Сейчас он в очень плохом состоянии. Из наиболее близких кандидатов первым на ум приходит тот, что нахимичил с электроникой свои электронные сигареты. В итоге литиевая батарея взорвалась прямо в его кармане, что привело к чрезвычайно сильному ожогу ноги диаметром около 45 сантиметров и ожогу всей его кисти руки ниже запястья, так как его рука была в кармане. Если бы его штаны были чуть более мешковатыми, или если бы его карман был немного глубже, его яйца просто зажарились и или оторвались. Я был волонтером в больнице, и однажды во время дежурства в отделении неотложной помощи пятеро полицейских привели одного парня. Этот гений попытался ограбить школу полицейских, где копы проводили тренировку с пушками. Если вы когда-нибудь присутствовали на такой тренировке, вы могли заметить, что все пистолеты ярко-красного цвета и сделаны из резины. Он припарковал свой фургон напротив здания и срезал проволочную сетку с окна. Когда это не сработало, он пошел вдоль забора, держась руками за стену, пытаясь добраться до выступа. Его заметили, и хотя пистолеты были не настоящими, собака была настоящей. У меня есть парочка таких историй. Первое. Пришел парень с членом в пивной бутылке. По его словам, он упал на нее, затем его член встал, и он не смог его вытащить. Ясно, мы верим тебе, приятель. Второе. Выпил кислоту на слабо. Его друг-гений дал ему щелочь. Не помню, какую именно. Штука в том, что при нейтрализации кислоты щелочью выделяется теплота. Много теплоты. У него был ожог всего пищевода, насколько я помню. Третье. На мужчине вставили мочевой катетер. По сути, это трубка внутри члена, по которой выходит моча. Ему это не понравилось. Не понравилась и больница. Он попытался вытащить ее. Чтобы катетер оставался внутри, мы наполняем наконечник водой. Он вел себя очень тихо после того, как попытался его извлечь. У меня был пациент, который сделал себе дефибрилляцию по собственному желанию. Я был инструктором по продвинутому курсу военной медицины. В нашем здании была настоящая действующая клиника. Это была вспомогательная клиника, которая существовала только для того, чтобы справляться с ситуациями массовых несчастных случаев. Я всегда говорил обучающимся, все оборудование здесь настоящее. Оно должно находиться здесь не просто так. Не трогайте ничего в этом помещении. Мы проводим здесь занятия, но работать с оборудованием вы будете на втором этаже. Повторяю, не трогайте ничего в этом помещении. В какой-то момент мне пришлось выйти из класса. Когда я вернулся, то увидел одного из обучающихся с глупой ухмылкой, который приложил к своей голове с двух сторон лопасти заряженного ручного дефибриллятора. Не успел я ничего предпринять, как он сказал, разряд, приложил дефибриллятор и рухнул на пол. Он выжил. Я исключил его из программы за то, что он не следовал инструкциям и повредил армейское оборудование. Вы просто не представляете, как часто мужчины выпрыгивают из окна во время спора с женой. Один парень поступил так же, но, видимо, забыл, что живет на шестом этаже. Упал на автобус, который частично остановил его падение, но затем он упал на забор с острыми наконечниками. Забор пронзил его насквозь. И вот чем это обернулось. Вспорол его мошонку. Пришлось ампутировать одно из его яичек. Другой наконечник также пронзил его, раздробив позвоночник и таз. Он выжил, но остался парализован ниже пояса и потерял второе яичко. Когда в него попала инфекция, пришлось его ампутировать. У него не было детей, так что это настоящий претендент на премию Дарвина. Парень попал в больницу после того, как съел несколько килограммов вишен с косточками. Пришлось его оперировать, чтобы вытащить их. Заведующий доктор пришел взглянуть на рентген, когда мужчину готовили к операции, и сказал, хорошо, что он ел не персики. Пациент, за которым я ухаживала, решил попробовать устранить шум в своей работающей газонокосилке, засунув пальцы под предохранитель. Чтобы устранить засорение, получил несколько порезов, но шум остался. Решил попробовать еще раз. Потерял два пальца. Я врач скорой помощи. Видела пациента, который решил, что слишком много платит за электричество, и полностью отключил отопление своего дома. Случилась снежная буря, и менее чем за два дня образовались сугробы высотой почти в метр. Чувак подумал, что может отморозить пальцы. Это на самом деле произошло. И чтобы согреться, выпил четыре с половиной литра незамерзайки. Видимо, название запутало его. Он думал, что это поможет ему не замерзнуть. Это привело к почечной недостаточности, и ему пришлось провести шесть недель на стационарном диализе, кроме прочих процедур, прежде чем его выписали. Я работал врачом скорой помощи. Однажды наша карета скорой помощи получила назначение в связи с химическими ожогами в Волмарте. По прибытии мы зашли в магазин, и я спросил у менеджера, где отдел бытовой химии. Я родом из Флориды, поэтому решил, что какие-то тупые придурки набедокурили со средством для чистки бассейна. Он посмотрел на меня удивленно и сказал, они снаружи, в дальнем конце парковки. Я и мой напарник запрыгнули обратно в скорую и поехали к дальнему концу парковки, где я увидел четырехдверный седан с открытым багажником, двух белых мужчин, один из которых лежал на земле, прислонившись спиной к задней шине, а другой лежал головой вперед на заднем сидении. Я почувствовал какой-то необычный запах, как только открыл дверь, но не успел я сделать и шаг, как напарник сказал, залезай обратно в машину. Оказалось, что эти двое варили вещества в багажнике своей машины и произошел взрыв. Напарник вызвал отдел работы с опасными веществами и дело перешло к ним. Я не врач, но был санитаром в армии. Однажды один из морпехов, прикрепленных к нашему подразделению, подошел ко мне и сказал, чтобы я лично сделал ему обрезание. Он не доверял никому из врачей. Больше всего мне запомнились два случая. Первый человек перенес операцию на желудке и, чтобы отпраздновать выздоровление, решил выпить много содовой. Он выпил так много, что напиток расширил его желудок до такой степени, что шов разошелся. Вторая. Однажды у нас была сильная снежная буря, из-за которой мы на несколько недель остались без электричества. Одна семья решила согреться тем, что они занесли гриль внутрь дома. Все четыре члена семьи получили отравление угарным газом. Им повезло, что они остались живы. Мой брат, врач отделения неотложной помощи, у него есть несколько хороших историй. Однажды к ним поступила женщина, в ванну с которой так сильно затолкали огурец, что он пробил стенку нижнего отдела кишечника и исчез в брюшной полости. Когда она обратилась в больницу с сильной болью, огурец уже находился под ее печенью. Потребовалась операция, чтобы извлечь его и попытаться спасти нижнюю часть кишечника, что удалось сделать лишь отчасти. По его словам, она постоянно твердила, что все произошло с ее согласия, и она получала удовольствие, пока огурец не выскользнул из рук ее партнера. Самое замечательное в этой истории, они познакомились в Тиндере, и это было их первое свидание. Мой папа, медбрат неотложки. Его любимая цитата от одной женщины, «Моя нога болела, поэтому я выстрелила в нее». Она реально выстрелила себе в стопу. Пациент съел несколько супермагнитов. Не самое умное решение. Если кто-то до сих пор не понимает, почему это плохая идея, эти магниты будут притягиваться друг к другу, и могут порвать или повредить часть стенок вашего кишечника, что приведет к тому, что содержимое кишечника вывалится в брюшную полость. Пришлось делать операцию, чтобы удалить их. Однажды у меня в операционной был пациент для лечения очень тяжелого случая некротического фасциита в верхней части бедра. Как оказалось, ему стало плохо, и он решил вколоть себе в ногу какой-то лошадиный антибиотик, который был у него в сарае. Мертвая ткань отвалилась как ростбиф, и запах стоял ужасный. Мой папа, который перенес пять операций на спине, решил помочь строителям, которые строили наш гараж, поймав их бензопилу, которую они хотели передать вниз. Первое, вместо того, чтобы поставить свой кофе на стол, он собирался поймать пилу одной рукой. Второе, он сказал, что они бросили ее вниз, потому что ему не хотелось подниматься до половины лестницы, чтобы взять у них из рук. Третье, несмотря на очень глубокий порез на ноге, была видна кость, нам потребовалось четыре часа, чтобы убедить его, что ему нужно в больницу. Четвертое, упрямый ублюдок при этом не пролил ни капли кофе. Я была секретарем в отделении неотложной помощи. У нас была пациентка, которая пила что-то в машине, когда почувствовала рвотные позывы. Ее дочь, которая была за рулем, сказала что-то типа «Не вздумай блевать в моей машине», и эта женщина, по-видимому, не пристегнутая ремнем безопасности, решила открыть дверь машины, которая ехала по автостраде, чтобы проблеваться. Она выпала из машины. Пациент чуть не умер во время тренировки, потому что принял слишком много предтреников. Сказал, что не бросит это занятие, потому что ему нужно быть привлекательным для девушек. Через месяц другой умственно отсталый просто упал замертво во время пробежки по той же причине. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры, а также дополнительные острые выпуски, которые не попали на YouTube из-за цензуры площадки. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok